Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Я приветствую всех. Сегодня 19 декабря, понедельник. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Днем дождь, мокрый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,2. Днем 1,3 градуса тепла. 17 декабря. Ярослав Забашный в Кисловодском цирке. Спешите! Лучики добра согревают сердца. На базе 13-й гимназии Черкеска прошел особенный чудо-праздник для особенных детей воспитанников учебного заведения. Хорошим настроением праздника заразилась и Фатима Даурова. Им сложнее учиться, чем обычным школьникам. Они быстрее устают, но они невероятно добрые, упорные, трудолюбивые и открытые сердцем. Они видят мир по-своему и чувствуют больше. Алар и Амир Качкаровы учатся в 6-м классе. Несмотря на уникальные внешние сходства, они совсем разные по характеру и по интересам. Алар полностью поглощен учебой, а его брат Амир на досуге пишет стихи. Я люблю литературу. Я когда еще в детстве был, я всегда любил читать стихи. Это меня воодушевило, всегда успокаивало. Мне это нравится, это мое хобби. Мне нравится читать и писать стихи. А кто был любимый поэт? Пошкин. Вдохновитель. В будущем я бы хотел стать отличным писателем, выпустить разные книги, стихотворения, чтобы и в книгах и литературе они тоже были. Я очень рад, что мой брат посвятил мне стихи и пусть он продолжает так дальше. И станет отличным поэтом. Эти дети умеют радоваться, искренне любить. Они настоящие герои, преодолевая трудности учатся, рисуют, выступают. И тем самым делают нас, взрослых, добрее и внимательнее к людям. В нашем тандеме мы учимся друг у друга. Благодаря моему воспитаннику я научилась быть намного терпеливее и чутко слышать сердцем. Поделилась педагог-тютер Юлия Мисхожева. В первую очередь необходимо быть очень добрая по отношению к ребенку. И изначально понять для себя, что все-таки это не такой же ребенок, как и все. Что этот ребенок нуждается в большем внимании со стороны тьютера, то есть с моей стороны. Сложновато иногда, конечно, бывает. Но все-таки я, наверное, думаю, что главное быть очень терпеливым человеком и добрым, понимающим также необходимо быть. Особое внимание уделяется инклюзивному образованию. А это возможно для детей с ограниченными возможностями здоровья обучаться в условиях общеобразовательного заведения наравне с другими детьми. Так образовательная среда подстраивается под ребенка. Программа обучения адаптирована под всех воспитанников. 13-я гимназия – одна из первых в республике, где начали реализовывать инклюзивное обучение. На сегодняшний день у нас в стране более 2 миллионов детей с ограниченными возможностями здоровья. В нашей гимназии обучаются 15 таких детей, но мы нискоречки не даем им возможность ощущать, что у них со здоровьем не так все ладно. Как мы это делаем? Есть специальная программа «Доступная среда», и благодаря этой программе мы подходим к каждому из этих детей индивидуально по адаптированной, доступной им программе. Мероприятия вообще очень важны, особенно для наших деток. Это эмоции, это социализация. И учитывая, что это не просто коррекционная школа, а обычная школа с уклоном инклюзива, то для него это все очень важно. Яркий праздник с аниматорами закончился вкусным угощением. В меню торты, пирожные, фрукты, бутерброды и, конечно же, здоровый аппетит под стать веселому настроению ребят. Фатима Даурова, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит Вести на Ногайском языке. Затем смотрите программы Ногайской редакции. Оставайтесь с нами на канале Россия. Субтитры создавал DimaTorzok